Китайские ученые сообщили о создании новой технологии биометрической идентификации, которая способна установить личность человека по походке. Даже если его лицо будет скрыто, сообщает интернет-газета Вести Хайтэч. Разработка основывается на уникальном рисунке походки, включая ритм, скорость и другие особенности передвижения. Данная технология работает в десятки раз быстрее и дальше, чем сканеры радужной оболочки глаза. Мы решили разобраться, в чем необходимость столь серьезной системы. Дайте ответ на свой вопрос нам помог профессор Высшей школы информационных технологий и информационных систем Казанского федерального университета. Сейчас новый подход – это биометрическая оценка походки человека, жестов человека, потому что у каждого человека есть свои какие-то индивидуальные особенности в походке, в длине шага, в том, как он переставляет ноги, как движется тело, как движутся руки при движении, какие жесты человек производит. Поэтому, если закрепить в базе данных за каждым конкретным человеком его походку, его жесты, его лицо, его можно будет уже определять на видеопотоке. Например, в базе данных китайской полиции есть фотографии всех жителей города Гуяй, что позволяет технологиям идентификации лиц почти мгновенно отыскать нужного человека и узнать обо всех его передвижениях за последнюю неделю. Если нейросети не удается распознать лицо или номерной знак, она попробует определить пол, возраст и национальность. Достаточно одной фотографии человека в базе данных, чтобы полицейским удалось поймать человека за 7 минут. А вот будет ли внедрена данная система в России? Университетский эксперт по интеллектуальной технике также помог нам найти ответ и на этот вопрос. Насколько мне известно, в России, в Москве уже установлено большое количество камер и порядка 3000 этих камер подключены к системе распознания лиц человека и сейчас работают в тестовом режиме, проверяется, как это все происходит, потому что как найти человека по видеоизображению, по картинке, по фотографии. Но сейчас это все работает в тестовом режиме, чтобы оценить затраты, оценить необходимые мощности. И в перспективе эта система может быть распространена уже на все камеры, установленные на улицах. Системы биометрической идентификации внедряются на территории Китая повсеместно и даже помогают справляться с мелкими нарушениями. Легко вычисляют пешеходов, нарушающих правила уличного движения. А в общественном парке помогают бороться с похитителями туалетной бумаги. А также в одной из сетей быстрого питания запущен экспериментальный проект, позволяющий оплатить заказ, просто улыбнувшись. И теперь, по всей видимости, на достигнутом китайские ученые вряд ли остановятся. Аделя Шамилова, Роман Самарин, Невер Ньюс.